МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Акценты с Натальей Пилипенко. Программа о явлениях, а не о событиях. Мы не просто выделим самое важное, а расскажем, почему это так важно. Расставим акценты. Мы продолжаем цикл программ, посвященный многообразию рабочих специальностей, востребованных на рынке труда области. Вниманию будущих абитуриентов и их родителей мы в очередной раз расскажем вам о том, где, как и чему учат в Белгородской области. Поможем самоопределиться и снабдим всей необходимой информацией о том, какие шаги предпринять для скорейшего достижения цели. Нашими героями станут молодые люди, которые уже сделали свой выбор и не пожалели. Сегодня поговорим о двух, казалось бы, невзаимосвязанных друг с другом специальностях. Переработка сельскохозяйственной продукции и сервис в торговле. Хотя ведь одни производят продукты, другие их реализуют. И то, и другое – важная и ответственная работа. Где ее можно освоить, расскажем в нашем сюжете. Животноводство в Белгородской области сегодня не просто развивается. Оно уже развито настолько, что регион без преувеличения кормит мясом всю страну. Крупные мясоперерабатывающие заводы оснащены современным компьютеризированным оборудованием. Но без человека здесь все же не обойтись. И чем современнее линия, тем ответственнее работа на ней переработчика. Этой специальности в области обучают в Рокетянском агротехнологическом техникуме. Якорным работодателем его является холдинг БЗРК «Белгранкорм» – один из крупнейших в области. Мясопереработка – одна из важнейших составляющих производственного процесса предприятия. А потому и мясопереработчики здесь всегда нужны. Рабочих, как говорится, холдинг совместно с техникумом готовят для себя с последующим трудоустройством. Я выбирал после 11 класса, тот увидел объявление в газете. Техникум набирает на новую специальную мясопереработку. Я решил попробовать. Все-таки близко к дому удобно. И бесплатное обучение. Мой первый курс начинающий. Ну а так неплохо. Уже несколько профессий изучили. Везде каждый день на новом производстве стоим. Что-то новое получаем. Узнаем для себя интересное что-то. Ну я думаю, как бы закончить техникум, прийти сюда работать. А там можно заочно повышать свою квалификацию на высшее образование. В Новоскольском сельскохозяйственном колледже также готовят специалистов для крупного животноводческого холдинга «Приосколье». Здесь на одном из мясоперерабатывающих заводов проходит дуальное обучение «Будущие технологи». Свои знания и опыт им передают настоящие специалисты производства компаний «Приосколье». Я думаю, что так даже лучше, потому что они непосредственно видят, куда они придут. Когда человек просидел за партой, а потом попадает в производство, ему тяжело перестроиться. А здесь они уже готовы. Сначала здесь теорию как бы само собой, тем более там преподаватели, там в основном все учат, а вот уже больше практика. Чтобы они уже знали, почувствовали, что это такое. И не пугались, что у нас и живая птица идет, ее бояться не надо, то есть происходит убой. И там не совсем чистые, как говорится, и грязные зоны делятся, и чистые. К этому надо быть готовым. Я думаю, это будущая наша замена, это мастера будущие, технологии по качеству и также кладовщики с остальными на холодильнике. Поэтому весь объем, который мы знаем, должны знать и они. Студенты стараются вникнуть в производственный процесс до всех тонкостей. Ведь после окончания обучения им здесь работать. В этом они уверены на 100%. Наш колледж предоставляет большие перспективы после окончания обучения, потому что мы не только теоретически обучаемся, но и проходим практические занятия на Преосхоле, на Новосхольском комбикормовом заводе. Как бы именно практика позволяет вникнуться во все тонкости своей будущей профессии. Я уверена, что мой выбор в профессии правильный. Я хочу, чтобы все молодые люди, стоящие перед выбором, именно сделали правильный выбор, не ошиблись. Карачанский сельскохозяйственный техникум также обучает по специальности технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Технологи нужны не только мясоперерабатывающим заводам, но и любому предприятию пищевой промышленности. Короче, студенты проходят дуальное обучение, например, на одной из производственных площадок кондитерской фабрики Белогорье. Таким образом, они постигают все многообразие своей будущей профессии. Она мне очень понравилась. Она востребована в обществе и нужна людям, интересна очень. Очень хочется устроиться по именно своей специальности и также учиться на заочной форме обучения, также на технологах. Буду работать и буду заочно учиться. Мне нравится очень учиться тем, что большие перспективы в будущем. И так как я живу в сельском местности, то я могу видеть, как выращивают то, что я в дальнейшем буду хранить и перерабатывать. Ну, надеюсь, что получится трудоустроиться на предприятии в своем районе. И так как на госэкзамены к нам приходят работодатели и выбирают себе студентов. Зачем пять лет учиться в ВУЗе на экономиста, чтобы потом работать продавцом в магазине? Если можно, не тратя в пустое время, бесплатно отучиться в техникуме и стать профессиональным продавцом-кассиром. И уже от этого строить дальше свою карьеру в сфере торговли и сервиса. Так считают студенты губкинского технологического техникума, которые получают здесь именно эту специальность. Дуальное обучение они проходят в сети губкинских супермаркетов, которые принадлежат местным предпринимателям. Здесь вот, допустим, вот в этом магазине у нас учащиеся проходят в два этапа. То есть они поставлены все в смену, работают учащиеся. И одна смена работает, допустим, вот сегодня, завтра другая смена. И учащиеся работают здесь с оплатой. Сейчас у нас проходит производственная практика, им платят и работают они здесь с удовольствием. К ним очень хорошее здесь отношение, как руководители. Руководители очень доброжелательно относятся к нашим студентам и предоставляют возможность, вот смотрите, работать и с людьми, консультировать покупателей, работать с товаром, обслуживать, работа на кассовой машине. Продавцы требуются постоянно, ведь коллектив женский. Кто-то заводит семью, а кто-то, повысив уровень образования, устраивается на другую работу. Поэтому студентам техникумы в этих магазинах рады всегда. А во время практики их учат быть ответственными, коммуникабельными при общении с покупателями и, конечно, работать с кассовым аппаратом и большим ассортиментом товаров. В первую очередь они должны быть ответственны. То есть у нас все строго, все по времени, пришли в свое время. Потом они должны быть собранными на работе. Естественно, они должны быть коммуникабельными. То есть у нас в первую очередь общение с покупателем, подход к покупателю, ну, как в любой организации. Мне очень нравится, как работать с покупателями в этом магазине. То, что здесь заказы берутся, вот мы очень многое узнаем из прайсов. Практика оплачивается, мне тоже это устраивает. Ассортимент очень большой в этом магазине. Кассы новые, усовершенствованные. И вот здесь вот можно и попрактиковаться на них. Что ж, это был заключительный выпуск цикла программ, посвященного профессиональному образованию. Надеюсь, мы помогли вам определиться в жизни и сделать свой выбор. Дали полезные рекомендации, которые обязательно пригодятся. Большинство СУЗов области уже ждут своих абитуриентов. Не забудьте, что прохождение вступительных испытаний не потребуется. А обучение на протяжении всего срока абсолютно бесплатно. Так что, вооружившись огромным желанием стать настоящим специалистом, вперед к своей мечте. А я на этом прощаюсь. Новые акценты через неделю расставим их в правильном порядке. В эфире и на сайте мирбелогоря.ру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...